Ну что, друзья, пришло время слушать Слово Божье сегодня. Рад приветствовать каждого из вас. Можете кому-то повернуть? Только, пожалуйста, ненадолго. Повернитесь, просто скажите, рад тебя видеть сегодня. Бо я знаю, у вас сейчас начнется рассказ. Во, все, началось. Брови покрасить ему. Не надо ему брови красить. Не надо. Слава Богу, рад сегодня видеть каждого из вас. Пришло время слушать Слово Божье, друзья. И я верю, что Бог, Он по-особенному сегодня милости. Надо помолиться, потому что Слово сегодня такое, знаете, оно такое, такое, компактное должно быть. Компактным должно быть. Компакт. Знаете, мне нравится, когда мы куда-то ездили. Сейчас не ездишь никуда. Когда мы ездили, у нас жена всегда складывает чемоданы. Почему, объясню. Я всегда складываю ровно. Мне кажется, что ровно, компактно все. Она, да, я помню, один раз сложила. Она такая, да, 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 посмотрела. Говорит, перескладываем. И она как-то умудрилась в один чемодан засунуть то, что я в два чемодана наложил. Как она это делает? Ну, у нее как-то это все компактно. Вот знаете, надо сегодня молиться, чтобы Господь дал нам компактно все сегодня принять это все дело. Вот. Аминь. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы сегодня готовы слышать Твое Слово. Но самое главное, чтобы сердца наши были открытыми, Господь, и готовыми принять. Боже, Ты сегодня изливай свою благодать, Господь, для того, чтобы принимать это Слово, слышать это Слово. И чтобы наши сердца, Господь, они внимали сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Я буду читать сегодня из послания Колоссянам, 3 глава, 25 стих. Смотрите, друзья, Колоссянам, 3 глава, 25 стих. Итак, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что это место из Писания. Оно написано в Новом Завете. Кто в курсе, это из Нового Завета. То есть это время благодати Христовой. И тем не менее, невзирая ни на что, Господь пишет здесь. Кто неправо поступит, тот получит по неправде своей. У него нет лицеприятия, друзья. Звучит немного жестковато, согласны? Ну, давайте. Я знаю, что оно не звучит жестко, пока мы одеваем его на кого-то. Оденьте на себя. И вы поймете, насколько это жестко на самом деле. Звучит жестковато. Но, что я хочу вам сказать, друзья. Я хочу вам сказать, что Бог знает лучше то, что он пишет. Кто-нибудь согласен с этим? Кто согласен с тем, что если Бог это написал, он знает лучше. Правда? Бог знает лучше. Знаете, я вот сегодня размышлял, и на днях я размышлял, на этой неделе размышлял об этих интересных, об этом интересном высказывании, выражении. Бог знает лучше. Выиграл кто-то миллион долларов в лотерею? Бог знает лучше. Кто-то потерял миллион долларов? Бог знает лучше. У кого-то есть семья? Бог знает лучше. А у кого-то семьи, как не хочет, как не пытается, не получается построить. Бог знает лучше. Знаете, друзья, эта фраза, она для одних людей, она звучит ободряюще, для других людей она всегда звучит наоборот, ну, в противоположную сторону. И знаете, я вам хочу сказать, точно так же это место из Писания. Смотрите, кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. Знаете, я такое размышлял. Некоторые люди, которые с этим согласны, и которые поступают так, вы знаете, что у них этот стих является благословением. Кто в курсе? Если человек поступает по правде, то он получит по своей правде. Это разве плохо? Это хорошо. А если человек поступает по неправде, получит по неправде. Почему, друзья? Потому что у Бога нет лицеприятия. И знаете, сегодня тема проповеди, вот сегодня такая интересная будет тема, можно слайд вывести с темой проповеди. Тема проповеди сегодня звучит следующим образом. Справедливое Евангелие. Справедливое Евангелие. Я сегодня хочу с вами об этом поразмышлять, порассуждать, и вообще поразмышлять о справедливости и несправедливости любящего Бога. Когда любящий, кто согласится с тем, что Бог любящий? Бог есть любовь, правда? А кто понимает, что иногда любящий Бог бывает, как нам кажется, справедливым, а иногда нам кажется, что он бывает какой-то несправедливый, правда? Вот давайте попробуем сегодня с этим разобраться, почему иногда он справедлив, почему несправедлив. Возможно, кто-то задается вопрос, ну а почему это столь важно, или насколько это важно. Я вам хочу сказать, во время войны это очень важно, потому что во время войны с нами иногда случаются находки некоторые, которые мы радуемся, а иногда бывают и потери, которые мы не понимаем, как принять. И мы не можем иногда принять их вообще никак. Поэтому, друзья, сегодня давайте поговорим еще раз о справедливости или несправедливости любящего Бога. И мы будем с вами вот сегодня с этим разбираться. Итак, если мы говорим о Евангелии, кто мне скажет, что означает слово «евангелие» в переводе с греческого языка? Кто скурит? Благая или добрая весть. Правда? Добрая весть. Вот если мы вернемся к тому стиху Колоссянам 3.25, кто поступает неправедно или не по правде, то с тем Бог поступает так. Как вы думаете, друзья, это добрая весть? Вот это вот. Получит по своей неправде. Интересно, да, уже становится? То есть, смотрите, друзья, мы знаем о том, что Евангелие это добрая или благая весть. Но здесь, что мы видим? Мы видим в этом стихе интересную вещь. Мы видим такие, знаете, проблески справедливости. Мы видим какую-то справедливость. Знаете, есть одно выражение, которое люди иногда используют. Они говорят, что когда речь идет о грехах другого человека, мы взываем к справедливости. Когда речь идет о наших грехах, мы чаще всего взываем к милости или к милосердию. Правда? Замечали такое, да? Так вот, смотрите, здесь Бог говорит очень интересную вещь. У него нет лицеприятия. То есть, у него нет двойных стандартов, у него нет двойных суждений, у него нет задних мыслей и так далее, и так далее и тому подобное. Он говорит, поэтому он справедливый. И я хочу, чтобы вы поняли, друзья, можно еще раз тему проповеди? Когда речь идет о Евангелии, которая является доброй, хорошей, благой вестью, я хочу, чтобы вы понимали, так как Бога нет лицеприятия, это Евангелие или добрая весть в своей сущности, она является справедливой. То есть, доброе Евангелие является справедливым. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что один человек, как-то один проповедник, я его слушал, он интересную мысль сказал. Он говорит, вы знаете, у людей бывает очень много откровений из Божьего слова, но, и некоторые из этих откровений правильные, верные, но он говорит, проблема не в том, какие откровения, проблема с людьми в том, каким выводом мы приводим или приходим в результате этих откровений. Например, кто-то скажет, Бог есть любовь, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, пойду грешить, какая разница. Вы понимаете, друзья, в этом есть доброта, в этом есть благость, в этом есть любовь, но нет чего? Справедливости. Потому что Бог, еще раз повторюсь, в своей доброте Бог абсолютно справедливый, и в своей справедливости Он всегда абсолютно добрый. Это очень важно, это, повторюсь еще раз, это очень глубокая концепция, но если мы ее с вами не усвоим, если мы ее с вами не поймем, тогда мы с вами можем превратно или рискуем превратно, неправильно интерпретировать то, что происходит с нами. Я задам вопрос вам, этот вопрос очень такой, знаете, он серьезный. Скажите мне, пожалуйста, война, которая сегодня происходит, это плохо или хорошо? Кто-то говорит, плохо. Правда? А в другой стране говорят, даже очень хорошо. Да справедливость. Знаете, что я вам скажу, друзья? У Бога есть Его точка зрения, и Его точка зрения, она правильная. К чему я веду? Я веду к одной вещи, о том, что очень часто мы берем на себя, пытаемся перебрать на себя права, которых у нас нет. Вы знаете, Бог не поставил нас быть справедливыми. Знаете, что Он поставил нас делать? Он поставил нас быть послушными Ему, а не справедливыми. Вы знаете, если бы Бог действовал, если бы Бог сегодня оперировал, если бы Бог сегодня решал конфликты на лице земли, руководствуясь или оперируя нашей справедливостью, знаете, чем закончилось бы это все? Давно земля была бы уже взорвана. Ее бы просто не существовало. Именно по этой причине, когда речь заходит о жизни, нашей с вами жизни, я хочу, чтобы вы понимали, Бог абсолютно идеально вписывает все, что Он делает, вот в это простое название. Евангелие, которое является благой вестью, которое является в самой своей сущности справедливой. Именно об этом говорит нам этот стих, Колоссянам 3,25. Можно еще раз его вывести? Смотрите, кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Еще раз, знаете, для того, кто делает зло, этот стих страшный. Помните, есть такое место из Писания? Страшно впасть в руки Бога живого. Страшно впасть. Страшно кому? Тому, кто делает зло. А тому, кто не делает неправды, друзья. Вы знаете, что этот стих говорит? Он говорит, у тебя есть воздаяние, тебя ожидает огромнейшее благословение. Почему? Потому что ты не творишь неправды. Знаете, вы никогда не задумывались, что злу очень важно иметь пропагандистов? Знаете, для чего? У пропагандистов есть две цели. Первая цель – это одурманить как можно больше людей. Вторая цель – успокоить самих себя. Вы не задумывались, что чем гнуснее, чем мерзостнее, мерзопакостнее поступки, которые они поступают, тем громче кричат пропагандисты. Знаете, для чего? Для того, чтобы хоть как-то успокоить самих себя. Потому что иногда некоторые же вещи, они уже на голову человеческую не налазят. Вы понимаете? Но что об этом говорит Бог? Друзья, Бог не говорит, этот человек плохой, этот хороший. Он просто говорит, каждый получит по своей неправде. И вот тут возникает вопрос, а что есть правда? А правда, друзья, есть у Бога. Бог есть правда. Он есть любовь. И Он есть правда. Он есть истина. Он есть справедливость. И знаете, чего у Него нет? У Него нет лицеприятия. То есть Бог никогда, если Он будет судить, если Он будет судьей, и на скамье подсудимый будет Его сын или Его дочь, Он будет судить справедливо. Он судить справедливо. Скажите мне, это плохо или хорошо? Если ты делаешь зло, это очень плохо. Если ты делаешь добро, это прекрасно. Это изумительно. Это превосходно. Знаете, я записал для себя о том, что такое справедливое Евангелие. Вот справедливость Евангелия. Можно еще раз? Справедливое Евангелие или справедливость Евангелия. Это когда мы осознаем и принимаем всей глубиной нашего естества, что Бог лучше знает, что для меня лучше. Вы в курсе, что Бог лучше знает, что для меня лучше? Кто из вас когда-нибудь переживал с Богом потери какие-то? Неважно, какие. Любые потери переживали? Может быть, это потеря здоровья, может, это потеря близких, может, потеря финансов, может, потеря возможностей, закрытые какие-то двери. Неважно. Но вы переживали. И знаете, когда у нас приходит в жизнь вот такие моменты, о которых мы переживаем, я хочу вам сказать, многие люди попадаются на удочку этого искушения. Они разочаровываются и расстраиваются, потому что им кажется, что они потеряли что-то, с чем было им лучше. Понимаете? Но кто из вас понимает? В Библии написано, Бог не допустит, чтобы волос упал даже с твоей головы. В курсе об этом? Значит, если это произошло в твоей жизни, возможно, возможно, повторюсь еще раз, Бог знает что-то лучшее. Возможно, Бог знает что-то большее, что-то лучшее. И тут возникает резонный вопрос. Так что мне быть фаталистом, вообще полностью довериться и сказать, ну, как будет, так и будет. Нет. Послушайте, нет. Бог хочет сделать одну очень важную вещь. Вот все, что Он делает, во всем, что Он делает, Он хочет подвести нас к одному очень важному решению. Послушайте его. Важным решением является буквально следующее. Мне нужно уйти с авансцены вот впереди моей жизни. Простое решение. Я об этом уже третью или четвертую проповедь проповедую и буду продолжать пока проповедовать, пока мы с вами действительно реально к этому не придем. Пока внутри жизни и сердца каждого из нас мы не придем к этому решению. Смотрите. Давайте будем честными. Ну, так, знаете, уже положа руку на сердце. Если мы возьмем, о чем большинство наших молитв? Что нужно сделать великому и всемогущему Богу? Ну, вы в курсе об этом вообще? Ну, если вы уже честны и откровенно так разговариваете, большинство наших молитв о том, что надо сделать Богу. Боже мой, слава Богу, что Он суверенный. Знаете, вот Он просто, Он сказал первое из своего кочь, из его атрибута, Он сказал, я суверенный. Я есть тот, кто Я есть. И никогда не стану тем, кем вы хотите, чтобы Я стал. Он суверенный. Вот Он такой, вы понимаете, Он не будет подстраиваться под наши молитвы. Поэтому, когда мы говорим о справедливом Евангелии, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, нам можно доверяться Божьей справедливости и по этой причине отойти и сделать шаг назад. Сделать шаг назад. Помните, Он говорит, если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Для большинства людей эта формулировка вообще неприемлема, да? Но знаете почему? Потому что в этот момент, что Он делает Богдан Бог, когда ты подставил вторую щеку? Друзья, вы удивитесь, но в своей справедливости Он может легко сломать руку, которая будет бить вас по второй щеке. Потому что Он не допустит, чтобы Его, те, которые отошли в сторону и сказали, Боже, я доверяюсь тебе в этом вопросе. Он не допустит на самом деле, друзья, чтобы этого человека уничтожили. Чтобы такой человек был уничтожен. Я хочу сразу оговориться и хочу сразу сказать вам. Здесь речь не идет, друзья, о том, что не нужно теперь защищаться. Не путайте, это разные вещи. Бог сказал, иди защищай, защищай. Если бьют, иди защищай. Если убивают, завоевывают, иди защищай. Я не об этом. Я говорю о нашей жизни, вы понимаете? О наших выборах личных. О наших выборах, что когда мне кажется, что жизнь со мной несправедлива, мне не нужно попасться в это самое большое искушение, начать думать о том, что Бог несправедливый. Вы знаете, что у большинства верующих, все практически верующие проходят стадию, когда они считают, что Бог несправедлив. Если не секрет, а ну кто проходил такую стадию? А может, кто-то и проходит еще сегодня. Потому что нам кажется, ну я же молюсь, ну я же делаю, ну я же так, ну я же так. Ну Бог какой-то несправедливый. Нет, друзья, Евангелие, доброе, благая, весь Бога, оно содержит, оно справедливым. Оно есть справедливым. Но смысл, еще раз, справедливости заключается в том, чтобы подвести каждого из нас к черте, где мы отступаем назад и говорим, Бог, я знаю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше. Я доверяюсь Тебе в этом. Вы понимаете, кто из вас когда-нибудь в детстве, по молодости, вы думали о том, что, эх, родись я в другой семье, или родись я в другой стране. Кто-нибудь думал о таком? Ну честно. Ну давай, ну все же так мечтали. В другом городе, в другой стране, в другое время, в другой семье, с другими родителями, с другими братьями и сестрами. Я уверен, некоторые думают, почему у меня вот тот не брат? Отдал же Господь этого дурака. Понимаете, друзья, Бог знает, Он понимает, Он помещает нас туда, где может быть по-настоящему лучше. Но самое большое искушение у нас есть, когда мы считаем, что Бог несправедливый. Он несправедливо со мной поступил. У меня нету этого, я потерял это, а это Он мне не дал. Тому дал, а мне не дал. Друзья, во всем этом мы делаем самый большой грех. И этот большой грех заключается в том, что мы не можем отойти в сторону. Мы по-прежнему считаем, что нам плохо. Я задам такой вопрос, может быть, он покажется банальным. Скажите, у кого уже немножечко нервы из-за войны расшатались? Подрасшатались? Так у меня к вам вопрос тогда. Но написано же, что Он не допустит, чтобы волос упал с твоей головы. Понимаете, Бог нас в этой справедливости большой своей, и в доброте, и в любви, Он подводит нас к тому... Я знаю, что вы все равно не поднимаете руки никогда, поверьте. Все сидят такие... Да, про нервы там ничего не сказано. Он же не в курсе. Вы знаете, что когда Иисус был на этой земле, психиатров еще не было? Ни психологов, ни психиатров, ни психотерапевтов, ни... И психов не было. Не, ну были, почему? Помните? Кто помнит? В гробах этот, помните, которые там... У-у-у, люди боялись ходить. Псих, чистый псих был. Буйный еще ко всему. Буйно помешанный. Свиней погибло на ровном месте просто. Итак, друзья, смотрите. Суть заключается в следующем. Именно осознание того, что Бог в своей доброте справедливый, глубокое осознание, приводит христианина, или должно привести христианина к упокоению сердца. Успокоению сердца. То есть я буквально осознаю о том, что если я сегодня прохожу то, что мне видится, переживается, ощущается несправедливым с моей стороны, именно с моей стороной, на самом деле в этом все равно есть Бог. И мне есть смысл отступить назад. Знаете, я... Давайте сейчас с другой стороны зайду. Вообще с другой стороны. Мы вчера ехали с ребятами, по-моему, с Костей и Сережей, размышляли так немножко в машине, рассуждали. Кто заметил, что цены выросли на продукты, там на что-то, да? Обратили, кто обратил внимание, успел обратить внимание. И знаете, у большинства людей, большинство людей, когда цены на продукты растут, рано или поздно они приходят к вот этой выдающейся фразе. Или состоянию, когда они начинают бухтеть. Когда они начнут разговаривать с ладками с яиц, ну, с ладками яиц. Когда они начнут разговаривать с сахаром. Когда они начинают разговаривать с кассирами, с охранниками, с другими бабушками и дедушками. Знаете, они начинают разговаривать. А ты видел, как оно все цены выросли? У меня вопрос. А что вы можете с этим сделать? Ничего, правда? Не есть яйца вообще, да. Ну, кто-то, знаете, уходит в жесткий пост такой на одной воде. Но, послушайте. А что если мы с вами... Вы знаете, в японском языке нету слова кризис. Там есть слово возможность. Что если отойти в сторону и сказать, Боже, цены такие, какие они есть. Но что ты хочешь, чтобы я сделал сейчас? Вы знаете, что иногда Бог сам подводит нас к каким-то моментам, которые кажутся нам несправедливыми, потому что Он хочет восстановить справедливость. Вы не понимаете просто этого. Вместо того, чтобы это осознать, мы начинаем бухтеть. Он сказал, да. Он много чего сказал. Дай Бог, чтобы мы это не забывали. Вот в чем проблема. Когда доходит до идеи по 62, там или 72 гривны за десяток. Вот в чем проблема. Понимаете, еще раз. А ты отойди в сторону и скажи, Бог, но ты лучше знаешь. Вы знаете, есть одна уникальная история такая. Я считаю, она уникальная на самом деле. Есть, я не буду называть специально, чтобы, знаете, чтобы мне звучало как реклама. Есть одна сеть, сеть сейчас, это доставка суши. И она началась, если я не ошибаюсь, пусть меня поправят постровая, ровно, по-моему, да? Ровно началась. Первое. Причем они начались, вы удивитесь, в начале войны, вот нам, вот черкашины, они как бы там познакомили нас. Они сами не знаю, как узнали. Вот, и их в начале было 4 или 5 всего лишь, как пунктов, пунктов, где эти суши, там можно было взять. Я помню, приехали мы сюда, когда жена уже в Киев, приехала в конце мая, я говорю, ой, классно было бы, если бы они были здесь. Слушайте, все там не стрельнуло в июле где-то, думаю, дай проверю. Смотрю, они в Киеве есть. Пока только на правом берегу. Проходит месяц, смотрю, они уже на левом. Проходит еще полмесяца, смотрю, в каждом практически микрорайоне уже Киева есть. Их уже больше трехсот. И знаете, когда они начались? Во время войны. Так война это плохо или хорошо? Весь вопрос заключается в следующем. Если, друзья, мы ожидаем только доброго, только хорошего, как кажется нам, или как переживается нам, мы можем попасть в одну проблему. Когда мы будем сами несправедливыми к тому, что иногда допускает Бог. Я сейчас не говорю, повторюсь еще раз, я не говорю сейчас о войне, об убийствах и так далее и тому подобное. Но есть масса историй. Посмотрите, я знаю предприятия, задам вопрос, Вова, что там в Северодонецке осталось? Ничего. Одно предприятие, которое делало носки в Северодонецке, они переехали во Львов, и сегодня они уже во Львове делают предприятия. Они начинают в Ужгороде предприятия и говорят, мы ждем, когда закончится война. Говорит, мы оставим эти предприятия и вернемся еще в Северодонецк. Ну а город же их разбомбили, все предприятие, все разрушено, ничего не осталось. Друзья, ничего не осталось у того, кто говорит, что у него ничего не осталось. Вы понимаете? Потому что, еще раз говорю, мы в своем восприятии Евангелия, вот вы понимаете, мы закрываем. Мы говорим, Евангелие это только добрая весть. Вы понимаете, мы настраиваем себя только на хорошее, только на позитивное, только на классное. Но оно же справедливое, друзья. А значит, оно допускать разное может. Но в конце, я могу быть спокойным, можно еще раз этот Колоссянам 3.25? В конце, смотрите, друзья, что здесь написано? У него, смотрите, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. Или наоборот, получит по своей правде. У него нет лицеприятия. Вы понимаете, друзья, эта концепция, она у нас очень человеческая. Когда мы говорим, что богатые будут богатеть, а бедные будут беднеть. Это очень человеческая концепция. Божья концепция, она другая. Бог благословляет своих детей. Но проблема в следующем. Проблема, когда его дети, сталкиваясь с социальной жизненной несправедливостью, мы начинаем бороться, сражаться, мы начинаем кричать, нет, это несправедливо. Мы начинаем бухтеть, мы начинаем возмущаться. Нас начинают рвать на части, в итоге мы ложимся, слегаем или как это, сляжем с нервным срывом. Сляжем, потому что мы не можем с этим справляться. Вместо того, чтобы понять, что на самом деле ты можешь сделать. То есть, увидь, ну отойди ты в сторону, позволь богу идти впереди, и ты за ним пойди. Пойди за ним. Он же знает, куда он идет. Он понимает, куда он идет. Вот, знаете, если нарисовать такую картинку, образ, кто-нибудь из вас слышал когда-нибудь о ледоколах, знаете, что такое ледокол? Это в Арктике или там Антарктике, или в Арктике, огромные льды, иногда там до 20, там 15-20 метров глубина, толщина льда идет. И ты не можешь проплыть по этому льду никак. Но если перед тобой плывет атомный ледокол, он проламывает, то есть у него такая мощность, что он проламывает этот лед, и за ним может плыть даже самая маленькая лодочка. Но у нас проблема. Мы все время сталкиваемся с этими льдами, и мы поворачиваемся и говорим, это невозможно. Ты не можешь это пройти. Мы говорим, что-то здесь не так. Где же Евангелие? Я натыкаюсь на какую-то стену. А кто тебе сказал, друзья, о том, что путь Евангелия не содержит в себе этого? Кто тебе об этом сказал? Что его там нет? Знаете, я читаю Евангелие, там написано, узкие врата, тесный путь. Я читаю там о терниях каких-то. Это все имеет место быть. Но просто внутри, в своем сердце, друзья, не надо считать Бога несправедливым. Я вот прошу вас буквально, увидьте, осознайте, поймите, что сегодня на каком-то 9-й месяц или 10-й месяц войны. Сейчас у нас 9-й, уже запутался. Ну давайте, на 9-м месяце войны, давайте перестанем думать о том, что у нас трагедия. Вообще-то, если я собираюсь побеждать, есть такие еще кто-нибудь? Знаете, я вот, я всегда у солдатов, когда мы ездим, да, я у всех спрашиваю, ну как? И знаете, я вот, мы были, помнишь, мы были в одной бригаде, не будем называть цифр, помнишь, мы ездили в Курахово? Мы приехали в одну бригаду, там очень много отказников. Они все, знаете, ты с ними разговариваешь, они, шеф, все пропало. Вот знаете, у них такой, шеф, все пропало. Вот ты с кем не поговоришь, и самое интересное, все бухие, и все пропало. Вот все, и все пропало. В другую бригаду приезжаем, слушайте, там расстояние 50 километров. Говорят, мы их нормально, мы им так насыпаем. Слушай, у меня какой-то когнитивный диссонанс, знаете, как будто, где же ЗСУ? Ну вот, как пример, вы понимаете? Это просто пример, картинка. Поговорите с людьми на улицах, кто-то скажет, все, мы замерзнем, все, мы замерзнем. В чем проблема? Посмотрите на наших людей. В Больше ни одного инвертора нету. Генератора нет, купить невозможно. Зарядной станции нету. Знаете, кто выкупил? У нас люди мгновенно, смотрите, в Фейсбуке сразу, могу достать инверторы. Люди включаются. А кто-то сидит и говорит, опять света нет. Восемь часов уже света нет. Восемь часов света уже нет. И ты сидишь, все, нету света. В чем проблема? Ну нету света. Ну холодно, да? Ну так включи что-то. Я всегда, мне просто интересно. Вот как там? Вот как там человек спит? Тепленько. А им там тепленько, да? Мы за них молимся. Им тепленько. Итак, друзья, книга Иова, книга Иова 34, 12. Книга Иова 34, 12. Смотрите, что Бог говорит о себе. Истинно, Бог не делает неправды. И вседержитель не извращает суда. Вы понимаете? Бог не может, друзья, Он по своей природе, Он не может, когда ты попал в несправедливость, когда ты, ну неправильно поступает, Бог не может в этот момент отойти и сказать, так, а я не в курсе тоже. А что случилось? Вы понимаете, Он по своей природе, Он не делает неправды. Он не может сделать неправду в этой ситуации. Он не может ее сделать. Знаете, если кто-то помнит, был такой проповедник, уже он с Господом, Билли Грэм. И его очень бомбардировали после 2001 года, когда была террористическая атака на башне Близнецы. Его задавали, как Бог мог это допустить? Как Бог мог это допустить? Почитайте, вы увидите его ответ очень интересный. Он говорит, друзья, а что вы хотели? И он начинает раскладывать, говорит, почему вы говорите о какой-то несправедливости, если, посмотрите, вы так живете, так живете и так. Еще раз говорю, когда дело доходит до действий Бога, мы за справедливость. Когда дело доходит до наших собственных мотивов и поступков. Так, а что там, что там, там, а Евангелие же там доброе. Он же спас, Иисус там всех простил уже. Без проблем. Нет, друзья, Евангелие справедливо. И поймите, знаете, кто-то говорит, ну народ же не виноват, что у них такой правитель. Ну, друзья, ну вы чего, камон. Это же как бы мы. Правитель всегда, запомните, отражает чаяние людей. Вы знаете вообще, за кого мы голосуем? Мы голосуем за людей, которые говорят то, что нам нравится. Знаете об этом? Я однажды помню, сделаю философское отступление. Я помню однажды, где-то были выборы еще там до времен Януковича, были выборы в парламент. И там одна политическая партия. Значит, они говорят, будут пенсии у всех пенсионеров по 2000 евро в месяц. А я такой думаю, жене говорю, дай калькулятор включу. Кто знает, сколько в Украине пенсионеров? 11 миллионов. Посмотрите, для интереса бюджет Украины за 2021 год, например. Просто для интереса, сколько годовой профицит, ну не профицит, а доходная часть бюджета. Просто для интереса, посмотрите. А теперь возьмите 11 миллионов, умножьте на 2000 евро. И на 12 месяцев. Друзья, так эта цифра, она в разы больше нашего бюджета. Но знаете, что самое интересное? Большинство пенсионеров проголосовали за эту политическую силу. Потому что нам хочется этого. Вы понимаете, друзья? Мы попадаем в ту халепу, потому что мы хотим все время... Должна быть такая пенсия, она должна быть такой. Она не может быть такой по одной простой причине. Я сейчас ни о чем политическом не говорю. Я просто пытаюсь нарисовать картинку, друзья. О том, что Евангелие справедливое даже в те моменты, когда тебе кажется, что ты все потерял. Когда тебе кажется, что у тебя ничего нет. Смотрите, скажите, когда Иисус висел на кресте, кто помнит предпоследние Его слова, какие были? Отче, почему ты оставил меня? Как несправедливо. Он висит на кресте, и Бог его оставил. Кто из вас понимает о том, что это очень важно? Потому что Бог его оставил, чтобы на кресте умерла человеческая натура, но не Божья. Божья натура, она осталась, Божья природа осталась во Христе. И благодаря этому Он воскрес. Но человеческая природа Его должна была умереть на кресте. Кажется несправедливо, как отец посылает любимого сына на смерть. Это несправедливо. Но оказывается, по факту, что это даже очень было классно. Поэтому, друзья, хочу вам сказать, Евангелие, как бы мы сильно не хотели его повернуть в плоскость доброты, только, знаете, позитивности, такой няшности, оно такое, какое оно есть. Еще раз говорю, даже тогда, когда тебе кажется, что все потеряно, на самом деле ничего не потеряно. Потому что Бог способен. Помните еще раз, Иова, откройте, 34, Иова, 34, 12. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Он никогда, друзья, никогда в жизни, Он не делает так, чтобы что-то повернулось не в ту сторону. Знаете, как я себе записал, как это преломляется в нашей жизни? Смотрите, вам нужно научиться задавать себе два вопроса всего лишь, два простых вопроса. Первый вопрос звучит следующим образом. Что хочет Бог? Вот у меня вопрос, как вы думаете, чего хочет Бог сегодня? Ну, скажите, чего сегодня хочет Бог? Бог хочет, чтобы люди спасались, правда? Что еще хочет Бог? Чтобы распространялось Евангелие, правда? Чтобы мы спасались. Ну, то есть, есть определенное желание Бога. А теперь, внимание, второй вопрос. А чего хотим мы? Парадокс. А потом мы задаем вопрос, Бог, где же ты? Не Бог, где же ты? Люди, а мы куда ушли? Не справедливо это. Понимаете? Вы представляете себе, друзья, как мы смотрим на эту вещь? Мы хотим, чтобы Бог, Он шел туда, куда мы хотим его идти. Просто запомните себе. Первый атрибут Бога. Он суверенный. Точка. То есть, Он будет, был, есть и будет таким, каким Он хочет быть. Таким, какой Он есть. Он не подстраивается под нас. Вы понимаете? А люди потом удивляются. Я себе записал такую интересную вот одну мысль. Смотрите. Если мы в этих двух вопросах совпадаем, то мы неизбежно приходим к благословениям. Вы в курсе? Ну, неумолимо приходят к благословениям. Если твои пути и пути Бога совпадают, ты неумолимо приходишь к благословениям. Если не совпадение, то несовпадение неумолимо приводит к разочарованиям. Почему люди разочаровываются в Боге? А ну-ка, скажите мне. Не оправдал их ожиданий. Как он мог? Да кто он вообще за себя думает? Кто он такой? Помнишь, как постравали? Помните? Это самое. А почему Бог со мной не посоветовался? Хочу ли я родиться? Да. Там в сто раз больше должно быть. Да. Он еще в 30 сказал. Итак, друзья. Еремея, книга пророка Еремея, 29.11. Давайте прочтем. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерения во что написано? Во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вот здесь люди интерпретируют эти слова следующим образом. Он же сказал во благо. Значит, доллар должен быть по 66 копеек. Кредиты должны простить. Яйца должны вернуться к своей здоровой нормальной цене. А нормальная цена? 20 копеек за три десятка. И никому дела нету вообще ни до чего. Вы понимаете, друзья? Ну, это же не есть Евангелие. Ну вот, вы понимаете? Я вот реально, буквально сейчас, что я пытаюсь сделать? Я хочу нарисовать вам картинку. Как мы бодаемся с Богом. Знаете, я вчера слушал, ну, надо же быть как бы в курсе в теме. Я вчера слушал этого самого, одного пропагандиста российского. И он рассказывает, говорит, мы сейчас еще одну волну мобилизации запустим. Говорит, мы их закидаем мясом. Вы понимаете, насколько у человека немножко, ну, простите за такое слово, узколобость. То есть он не понимает, что современный формат ведения войны подразумевает не наличие стрелкового оружия и преобладание в стрелковом оружии в живой силе, а чем? Артиллерия огневой мощью. Ну, нет мощи, решили закидать. Ну, это логика у человека. Вы понимаете, он говорит, а нас будет больше. Говорит, нет, поставим в ружье 11 миллионов. Зачем? Ну, вот логика. А зачем? Ну, то есть ты же хочешь, что ты хочешь? Ты хочешь вообще сделать, как бы уничтожить свою нацию? Что ты хочешь вообще? Или ты все же победить хочешь? Если победить, так ты как бы подумай. Вот. А у меня возникает... Сейчас, секундочку, подождите. Вы сейчас все... Справедливо, видите, какие все? А они вообще думают. А у меня вопрос к нам с вами. Мы чем с вами думаем? Когда в нашей жизни, друзья, происходит что-то, мы говорим, это зло. А Бог говорит, я знаю намерения, и они на добро. То есть, Бог, ты буквально имеешь в виду, если в моей жизни сегодня проходят проблемы, если сегодня там тот и тот, это что, в добро? Да, в добро. Просто ты как бы надо поднять немножко, расшевелиться. И включиться, и понять о том, что сегодня то, что происходит с тобой, это не зло. Это не зло. Это не зло. Да, а почему нет? Ну, они же не умерли, они же есть. Значит, надо что-то включить в себя. Знаете, на самом деле, мне кажется, иногда мы не договариваем некоторых вещей. Ни Богу, ни себе, ни людям. Мы не договариваем, что когда мы говорим о благословении, мы говорим о том, чтобы у нас все было хорошо, и чтобы мне за это ничего не надо было делать. Ну, так не бывает. Знаете, есть такая неканоническая притча, расскажу вам, про армию, кстати. У меня много есть таких притч про армию. Приходит человек, благословеннейшей национальности, из благословеннейшего народа, приходит в армию. И там прапорщик есть такой. Они сейчас у нас нет такого звания. Раньше было такое звание прапорщик. И прапорщик ему говорит, значит так, берешь лопату и копаешь отсюда, говорит, вот туда, в ту сторону до обеда. Тот такой, говорит, любезнейший, я прошу прощения. Говорит, ну где вы видели еврея с лопатой? А, не-не-не, извините, сори. Он говорит, я буду копать, только мне нужно, говорит, лопату с моторчиком. Такой, что он говорит? Говорит, я прошу прощения, а где вы видели лопату с моторчиком? Говорит, любезнейший, а где вы видели еврея с лопатой? Понимаете, друзья, вот мы хотим так, чтобы, знаете, у нас лопата все время была с моторчиком. И чтобы она работала без нас, сама копала. Так не бывает. Справедливое Евангелие, друзья, оно в том, чтобы ты сегодня что-то делал. Чтобы ты сегодня совершал, чтобы ты не останавливался, чтобы ты не успокоился, чтобы ты не сидел и не плакал просто. Вот в чем вопрос. Помните? Начни сезон твоей победы. Я сегодня хочу, чтобы мы с вами включились, потому что есть победа от Бога, но только тебе надо что-то делать, включиться в этот процесс. Включиться в этот процесс. И знаете, я для себя записал такие простые, наверное, рекомендации. простые рекомендации давайте до этого прочтем еще одно место из писания экклесиаста книга экклесиаста 3 глава 8 стих книга экклесиаста 3 глава 8 стих мы все говорим о любящем боге смотрите он пишет время любить время ненавидеть время чему и время что это означает значит ли это что бог за войны нет он просто говорит что будут времена когда будут но не печальтесь потому что они заканчиваются поймите ну просто нам нам надо это прожить пройти этот момент то есть этот момент нельзя не надо бухтеть потому что когда мы начинаем бухтеть когда мы начинаем поднимать эту волну какую-то на самом деле если вы честно если вы глубоко внутри посмотрите то вы поймете что на самом деле в этом мало божьего ночи много человеческого знаете я задал один такой вопрос только пожалуйста услышите меня сейчас правильно вообще вы помните еще кто помнит еще волну к вида помните да и тогда там и но эти прививки и так далее я помню один человек нет прививки там они все я говорю слушать чуть отчеты переживаешь так что ты паришься учет и переживай о чем ты переживаешь в боже тебя спас даже ты с богом какая разница чего думаешь от прививки или от к вида или вообще просто где-то машина тебя собьет ну чё ты переживаешь объяснить ну в чем твоя проблема никто не хочет умирать понимаете у меня парадокс какой-то вы понимаете у меня нестыковка в голове вы как бы туда хотите вообще-то или нет павел писал для меня смерти это а я не павел да вот знаете у меня тогда начался такой когнитивный диссонанс я начал подозревать что некоторые верующие хотят другого чем кто бы чего не верят я тоже удивляюсь а нож как бы одно без другого не бывает вроде как и смотрите здесь он он пишет время войне время миру то есть есть время разбрасывать камня потом время собирать мы все время хотим собирать камни мы все время хотим урожать сеять не хочу а урожай хочу вот как у нас какая-то логика странная понимаете вот прямо на очень странно и чтобы ничего не делать еще при этом вот вы понимаете такая интересного скажите какое а евангелие какое можно тему проповедь а евангелие она какая она справедлива бог справедливы вы понимаете друзья если бог сделает халяву для своих детей там для своих а для своих поскольку ну но не может вы понимаете я у меня у меня тетя я не знаю правда честно не знаю как то не получилось общаться жива не жива я помню момент мне было 12 лет и там 13 точнее и мы начали думать о том что пойти там суворовское училище я помню тетя она мне говорит вот когда-нибудь ты вырастешь станешь генералом я приду к тебе на прием ты же меня примешь я помню знать она на меня так обиделась после моего ответа а я знаете что ну запишешься на прием как в севере буду принимать тебя по белая как стена была она в смысле ну а как а я такой знаете нужна справедливость как бы ну все же одинаково вот запишешься на прием и примем боже мой на меня обиделась не потому что я плохо что таскал а что я сказал не так мы хотим так вы понимаете у нас все как бы вы знаете для чего в магазинах раньше делали при союзе пожарный выход запасной кто знает это же для вы не поняли это не пожарный выход это вход для своих слышите это не пожарный выход вход для своих был и мы так евангелию приходим так не но это же для мы нет послушайте друзья если вы внимательно посмотрите сегодня из такого государства израиль кто читал историю военную почитайте там было сколько пяти или шестидневно или семидневно это война шестидневная война когда против них выступили если не ошибаюсь пять государств против а у них на секундочку были списанные чешские винтовки со времен еще второй мировой войны вот все что у них было на вооружении у них даже ни одного самолета не было списанные после второй мировой войны чешские винтовки они сказали мы будем воевать мы будем побеждать послушайте государство не возникает само по себе так это а это же избранный богом народ нет посчитайте сколько людей там погибло сколько людей они сражались по-настоящему то же самое я хочу сегодня сказать вам друзья евангелие справедливо сражайтесь сегодня вы столкнулись какой-то вот вы понимаете что все тупик вы попали в тупик не опустите руки сражайтесь вместе с богом проходите это сражение достойно но отойдите в сторону скажите господь ты знаешь лучше ты знаешь лучше и так дам вам пять простых советов рекомендации которые евангелие нас подводит к этим его рекомендациям и так справедливость евангелие учит нас первым вещам первое друзья запомните первая вещь вас всегда приходит воздаяние вот если мы посмотрим можно а вот я спасибо всегда приходит воздаяние она приходит от бога а потому приходит в его время и его способ смотрите друзья помните написано что бог обязательно воздаст по неправде воздаяние приходит приходит воздаяние друзья Оно не может не прийти. И знаете, меня этот пункт очень сильно радует в свете войны. Он придет. Вопрос, что ты сеешь. Помните, есть такое потрясающее выражение в Библии. Тот, кто сеет ветер, будет пожинать. Воздаяние всегда приходит. И оно приходит от Бога. Поверьте, вот почему, вот о чем идет речь, когда говорится, страшно впасть в руки Бога разгневанного. Потому что когда от него приходит воздаяние, не дай Бог. Второй пункт, друзья. Воздаяние всегда несет в себе плод посеянного. Помните, как вы говорите, пастор Валь? Все люди хотят пожинать что-то хорошее, но будут пожинать только то, что они... То, что сеял. Смотрите, воздаяние несет в себе признаки плода посеянного. Пусть это станет благословением. Пусть твой плод будет благословением. Что для этого надо сеять? Благословение. Сей благословение. Что есть благословение? Видишь ты какую-то нужду, стань для этой нужды сегодня. А мне когда дадут? А потом удивляется. А почему жизнь ко мне так несправедлива? Что это Вася все время что-то получает? Ходит как дурачок, помогает людям бесплатно и все время у него в жизни все хорошо. А я тут вкалываюсь сутками и ничего не получаю. Да потому что когда у кого-то прорвало трубу, ты говоришь, а меня это не касается. И Вася пожинает. Он пожинает плод того, что он сеял. Третий пункт, третий совет, рекомендация. Не ожесточи своего сердца в ожидании. Ведь мы сеем в первую очередь не дела, а то, чем наполнено наше сердце. Знаете, я вот в этом пункте могу остановиться и сказать, почему некоторые верующие не делают добра? Сказать по правдам? Да потому что в сердце его нет. Может по-детски, может наивно, может честно, прямо, откровенно. Но это правда. Мы не можем делать то, чего нет в нашем сердце. Брат, ты почему не служишь? Ой, ты понимаешь, у меня сейчас это... Да, брат, что ты мне рассказываешь? Тут у кого этого нет в сердце, никогда этого и не будет делать. Поэтому, друзья, не ожесточи своего сердца. Когда ты сталкиваешься с несправедливостью, как тебе кажется, не ожесточай сердце. Не нужно становиться подобным тем людям, подобным тем людям, которые делают несправедливо. А зачем? Потому что ты точно такой же тогда получается. Четвертый пункт. Сложно доверять, когда не имеешь живых и искренних отношений. Созидай отношения с Богом не потому, что так надо, а потому, что тебе нужен Бог. Вы знаете, ведь нам сложно доверять тому, кого мы не знаем. Вы в курсе? Сложно. Невозможно доверять. Вы в курсе, что Бог ценит отношения? Мы, как-то, я помню, с пастором Иваном разговаривали. Вообще, я рекомендую, и мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас, мы были людьми отношений. Нам нужно научиться быть людьми отношений. Научиться, друзья, не быть человеком цели, а в первую очередь человеком отношений. Человеком цели можешь ты быть всегда. А вот стать человеком отношений, это великое приобретение. Так вот, если ты хочешь действительно по-настоящему видеть, переживать вот эту справедливость со знаком плюс, то тебе стоит научиться доверять. А доверять ты можешь только строить соотношения с Богом. Ты сегодня молился, у меня нет времени на это сейчас. Сейчас такая война, ты что, период сложности. Яйца по 7.20 штука. Нет, ну как, 7.20 и одно стоит. Я проверял, я же вчера покупал. 72 гривны, десяток яиц. 7.20 и одно яйцо. 7.20. Жена говорит, пора на овсянку переходить. 7.20 и одно яйцо. Но, друзья, конечно же, 7.20 звучит громче, когда у тебя нет отношений. А когда у тебя есть отношения, ну окей, да, 7.20. Это же цифры на самом-то деле. Это неплохо, это просто цифры. Ты не надо переживать об этом. У меня вопрос, кто-нибудь из вас с голода умер с начала войны? Я так смотрю, что вроде как нет. Я так смотрю, что вроде как нет. Просто стулья, можно пастор чуть пошире расставлять в зале? Ну, чтобы там. Не ковид, не. Места не хватает. Я все время, знаете, это был такой шедевр. Ксюша смотрит на картинку. Ксюша Величко на картинку смотрит в центре. Пастора, где Паша? Я говорю, так вот, не узнал, а лицо широким стало. А парень пришел, этого 40 килограмм веса, лицо шире стало. Он вообще ест, там говорят, не в себя. Не закрывали в холодильник, ел бы день и ночь. И последний, пятый пункт. Евангелие Христа, друзья, Евангелие Христа благое, а значит и твой плод будет добрым, сохраняя себя на пути Евангелия во что бы то ни стало. Что бы ни произошло, сохрани себя на пути Евангелия. Потому что только Евангелие является благим, а значит и, если ты на этих путях, то и плод твой будет благим. Грубо говоря, поступай так, как поступал бы Христос. Даже если вокруг все поступают так, как они поступают. Ну поступай так, как Христос. И хочу закончить, друзья, одним интересным местом из Писания, которое я думаю, что есть смысл выучить. Знаете, у детей на воскресной школе они учат там стихи. И вот я думаю, этот стих я рекомендовал бы вам его выучить. Книга чисел, 23 глава, 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнить. Но помните, Бог не берет ответственность за наши с вами желания. Он не несет ответственность за наши желания. Он несет ответственность за Его Слово. Он несет ответственность за истину, которую сказал Он. Поэтому, если вам кажется, что сегодня, ну вдруг вы оказались в таком цейтноте, и вам кажется, что Бог сегодня какой-то несправедливый к вам, какой-то несправедливый к Украине, возможно, вам просто стоит прийти к Нему, поговорить с Ним и понять вообще, что хочет сделать Он. Что есть в Его замысле. Что Он собирается делать. Я заканчиваю, скажу вам, вчера я смотрел новости, и кто верит, что у нас будет новая Украина? Вчера я смотрел новости. На Закарпатье задержали главу таможни. Они брали по 7 тысяч долларов за то, чтобы проходили без досмотра и без очереди, проходили автобусы, которые там пассажиров везут. Что еще раз вы сказали, вы хотите, чтобы после войны было с Украиной? Новая Украина? Так вот, девятый месяц войны, друзья. Пока ничего не поменялось. Хочет ли Бог зла, друзья, в нашей стране? Я не верю в то, что Он хочет зла. Я верю, что Бог действительно сегодня делает что-то в нашей стране. И в наших жизнях Он в первую очередь тоже делает. Я думаю, что сейчас время пробуждаться. Я думаю, время пришло для того, чтобы, знаете, несеть и говорить, ой, я не знаю, что мне делать. Если ты не знаешь, что делать, пойди и разговаривай с Богом. Он, кстати, может тебе рассказать, что делать. Он может рассказать, что делать. Он может тебе подсказать. Он может дать тебе идеи. Идей масса сегодня. Бери, включайся, делай. Может быть, сегодня, я не знаю, я не знаю, еще раз, я не знаю, что будет в нашей стране. Но я точно знаю, друзья, что если ты с Богом, ты начал побеждать, у тебя начался сезон побед. Именно по этой причине сегодня я хочу вернуть вас вот к этой теме. Запомните, Евангелие. Как бы сегодня ни казалось оно тебе, возможно, недобрым, поверь, оно несет в себе Божью справедливость. И эта справедливость обязательно рано или поздно восторжествует. Аминь. Давайте склоним нашу голову и мы будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, величаем, благодарим и благословляем, Боже, сегодня Твое имя. Мы просим Тебя, Отец, чтобы Ты шел и выступал сегодня впереди нас, Господь. И для этого мы действительно осознаем и понимаем, просто надо сделать шаг назад, чтобы Ты мог стать впереди, чтобы впереди стала Твоя истина, чтобы впереди стало Твое Слово, чтобы впереди стал Ты, Господь, с Твоим видением жизни, с тем, как видишь эту жизнь Ты. Господь, мы сегодня благодарим и превозносим и прославляем Тебя, драгоценный наш Бог. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, за то, что сегодня Ты здесь. Боже, мы молимся Тебе, чтобы Ты растворял это Слово в течение этой недели в наших сердцах, Духом Твоим святым. Господь, и пусть наши сердца, они будут открытыми для Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет. Аминь. Аминь. Слава Богу.